Если эту силу в себе не ограничить, то молодой и немолодой человек может думать и воображать только об этом. И весь его ассоциативный мир только об этом. И трагедия, что он считает, что это так и должно быть. И что все так. И только все об этом и думают. Со всех сторон одни намеки. И трагедия, что легитимация с детства дана этому. Смотрите, типичная картина в салоне у нас. Сидит около телевизора папа, мама, бабушка, дочка и сын. Знаете, когда начинается интересный фильм и доходит до пикантной сцены, вы думаете, кто-то встанет и выключит телевизор? Нет, знаете, бабушка смотрит с большим интересом. Катастрофа. Отсюда давайте сделаем еще один вывод. По недоразумению мы можем называть эти самые неконтролируемые физиологические потребности любовью. Вот она и есть та самая рыбная любовь, о которой говорил Рэбби Микотск. О том самом человеке, который сидел и ел рыбу и говорил, я люблю рыбу. Сказал ему, Рэбби, не рыбу ты любишь, ты себя любишь. Ты любишь вкус рыбы у себя на языке. Знаете, у одного молодого человека спросили, почему бегаете за этой девушкой? Она вас совсем не любит. На что он ответил, ничего страшного, рыба и пиво меня тоже не любят. То есть есть любовь. Есть даже любовь с первого взгляда, но к самому себе, к своим желаниям. Как у того, он зашел и сразу влюбился в румяную порцию мяса. Мы действительно влюбляемся в то, что любим. А другой говорит, а я люблю шоколадку. Шоколадку любишь? Чего ж ты ее кусаешь? Немного мыла. Ее хорошо почисти. Постави трейну, если ты ее любишь. Всему этому есть другое название. Это не аава. Это не любовь. Это называется чука, таава. Называется вожделение. Страсть. А в мире семантической манипуляцией поменяли терминологию. Все это называется теперь любовь. Прикрывается одним красивым ореолом, красивым словом любовь. Я понимаю, что вы можете спросить, ну что же вы все свели к физиологии? Вы правы. Все еще гораздо хуже ни одна физиология. Любят не только из-за этого. Мы любим по разным причинам. Все действительно гораздо сложнее. Говорит Гаон из Вильна, есть четыре вида любви. Он это пишет в своих комментариях на песен-песней царя Соломона. Шира Ширим. Говорит он так. О том, что есть четыре вида любви. Есть аавата арев. Мы любим тех, кто доставляет нам телесное удовольствие. Он это называет аавата арев. Вот та самая любовь, о которой мы упоминали раньше. Есть второй вид, называется аавата муиль. Означает, мы любим тех, кто помогает нам достичь намеченных планов. Мы их любим. Знаете почему? Они нам помогают. Конечно, мы же их будем любить. Они нам очень глубоко симпатичны. Третий вид любви, он говорит аавататов. Мы любим тех, у кого обнаруживаем необыкновенные способности. Человек достойный, умный. Проникаемся к нему любовью. Есть четвертый вид, более высокий. Называет его Гаон из Вильна ааваткой маим паним ля панит. Что это означает? Мы любим тех, кого мы чувствуем в сердце, что они любят нас. То есть сначала они любят нас. Когда мы видим, что они любят нас, мы будем любить их. Да, все гораздо сложнее. И мы любим не только из-за простой физиологии, как мы сказали. Но по-простому, как правило. Из-за чего мы любим? А за многое другое. Любить за красоту, или за богатство, или из-за ума, или из-за силы. Или про по-простому, хозяйка хорошая, вкусно готовит. А ну вспомнил наших любимых. А ну вспомнил, как Григорий любил Клавдию. Он и говорил. Клава, я тебя люблю. Клавдия тут же стала соображать. У нее вся голова кругом пошла. Что он хочет, вареники? Или может быть жаркой? Она начала теряться. Не говори намеками, Григорий. Скажи, что ты хочешь. А Клавдия тоже любит Григория? Он говорит, Гриш, люблю тебя. Григорий тут же перепугался. Что она хочет? Вроде браслет я ей купил уже. Цепочку? Ну она как цепочку хочет, да? Еще цепочку хочет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но говорят мудрецы по этому поводу. Ава, тлюя, бедавар, ботель, давар, бтыля, ава. Любовь, которая зависит от чего-либо. Исчезло это условие, исчезла любовь. Так мы любим не за красоты. Красота может увянуть. А его за богатство. Он разорился. Этот был умный, поглупел. Закончилась любовь. Вы видите, любовь она придет, а потом уйдет. Любовь нерациональна. Любовь она эмоциональна. То есть, когда приходит то самое удовлетворение от интимных связей, или уходит, исчезает причина влюбленности, тогда спадает та самая романтическая пелена, в которой окутали любовь. Тогда обнаруживается колоссальная пропасть между двумя эгоистами. Они помирятся, они поссорятся. Но только в одно утро, то самое смутное ощущение неувлетворения семейной жизни, оно выкристаллизуется в четкое и окончательное понимание. Не люблю. Что поделаешь? Любовь не во власти человека. А если это так, то я хочу вас спросить, можно ли строить на такой любви долгосрочное семейное счастье? Ответ нет. И вот вывод еще один, который мы делаем из этого о том, что на такой любви счастье семейного не построишь. Ну, вы можете спросить, а может быть, знаете, есть другой рецепт. Может быть, взаимное уважение, когда научились не ссориться? Можно. По-видимому, это даже необходимо. Есть такие семьи. Особой любви нету, но и ссор нету. Холодный мир. Может быть, кому-то этого достаточно. А вы спросите, может, взаимное уважение, плюс рыбная любовь? Ну, так как правило оно и происходит в тех самых семьях, которые мы условно можем назвать благополучными. Тогда вы спросите вопросов вопросов. Так что любви нету? Есть ли вообще любовь? Может быть, это эфемерия? Нету никакой любви? Тогда мы ответим, да, есть любовь. Да, есть любовь. Ведь мы иногда видим, а мы видим, что это есть. Но только она какая-то другая. Не приступы любви, не рыбная, которой она характеризуется всплесками и спадами. Она какая-то другая. Ровная, постоянная. Она поднимается, увеличивается. Такая любовь основана на связи духовной, на желании узнать внутренний мир другого. Она не зависит от чего-либо. Ну, как всегда, мы должны найти, а что написано в Таре по этому поводу? Есть ли у нас в Таре пример любви? Да, есть. Сказано о нашем братце Якове, когда он нашел свою вторую половину. Он нашел Рахель. Он должен был по условиям того времени отработать семь лет за свою будущую жену. Отработать для ее отца, Лавана. Вторая так об этом сказана. Вот тут и написано, вот тут и есть бомба. Вот тут и написано квинтэссенция любви. Что тут написано? Переведем. И отработал Яков за Рахель семь лет. И прошли эти годы, как несколько дней, в любви к ней.